Поговорим сегодня о такой проблеме, которая касается каждого. Отечность, тяжесть в ногах, тяжесть и отечность во всем теле во время жары. Почему так происходит? Для того, чтобы охладиться, наш организм включает в свою систему конденсацию, он выделяет много пота. С одной стороны, это охлаждает наш организм, а с другой стороны, мы теряем много влаги и полезных микроэлементов. В связи с тем, чтобы организм не страдал от обезвоживания, он включает защитные механизмы и начинает удерживать эту влагу. Поэтому мы чувствуем тяжесть в ногах, отечность, отечность пальцев рук, отечность под глазами. Это своего рода защитная реакция организма. Для того, чтобы помочь своему организму справиться с жарой и ее последствиями, мы рекомендуем в первую очередь пить достаточное количество воды. Это минимум 2 литра в сутки. Как бы ни казалось странным, отеки нужно воду ограничить. В данном случае нет. Достаточное количество воды. Можно компоты из фруктов без сахара, для того, чтобы насыщать свой организм микроэлементами и минералами, которые мы теряем с потом. Второй немаловажный способ – это контрастный душ. С утра 2-3 минуты приятно теплой водой исполоснитесь. Потом 2-3 минуты приятно прохладной. Не ледяной и не кипяток. Приятно теплая, приятно прохладная. Чередуйте перепады температур 3-4 раза. Завершаем прохладной водой. В конце рекомендуем хорошо растереться махровым полотенцем. Это стонизирует стенки сосудов, повысит ваш иммунитет, улучшит качество кожи и зарядит вас бодростью энергии на целый день. Еще один классный способ в домашних условиях – это лимфодренажные прыжки. Выполняем их каждое утро минимум 100 раз. Можно сделать 3 подхода по 100 раз. В чем суть? Слегка приподнимаемся на носочки и ударяем пяточками о пол. Создаем вибрацию. Эта вибрация ускорит лимфодренаж, так как лимфа приходит в движение с помощью сокращения мышечных и дыхания. Вибрация дополнительно снимет мышечные спазмы, улучшит кровообращение, улучшит лимфодренаж, улучшит выделение синавиальной жидкости в суставах, что способствует их работоспособности и омоложению. Еще раз повторю. Становимся на носочки, ударяем пяточками о пол. Повторяем 100 раз. Попробуйте. Результат вы увидите практически сразу. Как мы можем помочь своим ножкам вечером? После рабочего дня рекомендуем сделать прохладную ванночку с английской солью или соль эпсома. Соль эпсома насытит ваши ножки магнием, снимет усталость, снимет стресс. Эти процедуры вы можете выполнять дома. Также мы рекомендуем посещать салоны и делать процедуры у специалистов. Особенно это касается тех, у кого действительно проблемы с ногами, у кого есть первые признаки варикозной болезни, у кого появились сосудистые сеточки. В домашних условиях самостоятельно с ними справиться сложно. Мы рекомендуем такие процедуры. Первая – это топ-процедура среди всех салонных процедур. Процедура прессотерапии. Одевается специальный костюм. В специальный костюм аппарат подает и спускает воздух, что производит микромассажные движения, улучшает кровообращение, тренирует стенки сосудов, тонизирует, улучшает прохождение крови, снимает отеки и придает легкости ногам. Ну а самые любимые две процедуры наших посетителей – это процедура легкие ножки. У нас их два варианта. Первый вариант – это бандажные пеленания с использованием специальных лимфодренажных растворов, в состав которых входит ментол, плющ, конский каштан. Как известно, это хорошие венотоники. И процедура легкие ножки с криообертыванием. Сначала мы делаем массаж, потом завершаем крио-маской, которая подарит вам незабываемые ощущения. Итак, начнем с массажа стоп. В первую очередь нам нужно продезинфицировать и очистить стопы. Очищаем ножки с помощью минеральной пены пилинг, для того, чтобы раскрылись поры и компоненты обертывания хорошо проникли в кожу. Теперь подготавливаем бинты, пропитываем их специальным раствором венотоником. Пока наши бинты пропитываются, сделаем массаж стоп. Этот массаж снимает напряжение в ножках, балансирует состояние мышц, напряженные расслабляет, расслабленные тонизируются, является хорошей профилактикой варикозной болезни, также снимает усталость с подошвы ступней, разрабатывает мелкие суставчики, профилактика плоскостопия и пяточной шпоры. После расслабляющего массажа накладываем тугую повязку эластичным бинтом, начиная от кончиков пальцев, заворачиваем пленку, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Таким образом мы создаем дополнительное давление на ткани, что поможет стенкам сосудов сократиться и улучшит кровообращение. Такую процедуру в салоне выполняем по показаниям. Если это курс восстановительных процедур, то выполняем 2 раза в неделю курс 10 процедур. Или выполнять эту процедуру по необходимости, когда вы чувствуете, что ваши ножки устали, когда вы хотите расслабиться, отдохнуть и сделать себе приятным. Продолжение следует...